Сегодня я без макияжа, и это значит, что мы с вами пробуем огромное количество новых продуктов. Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Екатерина. Сегодня будет очень много новинок от бренда Vivienne Sabo. Здесь у меня вот такая вот интересная, красивая палетка из новой коллекции. Также вот такая вот штука для бровей. Мне прям очень понравилась идея. Я обожаю сочетание геля для бровей и маркера. Здесь такая двухсторонняя история. Также от Vivienne Sabo. Конечно же, я не могла пройти мимо их знаменитых новых теней. Называются они Артист. Я взяла холодный оттенок один, такой матовый и сияющий для добавления бликов. Так что у меня еще от Vivienne Sabo было. Получается, еще у них вышло вот такое тональное средство. Я взяла в первом оттенке и очень интересный кремовый хайлайтер. Что-то я как-то давно не пробовала формат кремовых хайлайтеров. И здесь такой необычный оттенок. Мне кажется, для светлой кожи это может быть интересно. Ну и отдельно от Vivienne Sabo будут еще интересные новинки. Это карандаш от бренда Provoc. Такой вот стойкий гелевый. Все еще ищу какие-то достойные замены Maybelline. Очень неплохая замена у Pastel. И вот Provoc тоже обязательно мы с вами сегодня проверим. Тушь от Pshik. Было очень много запросов, заявок на эту тушь в плане обзоров туши, которые я делаю регулярно. Кстати, у меня недавно на канале выходило видео, поэтому обязательно посмотрите. В общем, вот такую вот Pshik тушь мы с вами тоже проверим. Также просто к моему величайшему счастью в золотое яблоко вернулись тени бодиографии. Я когда увидела, что они в наличии, я просто сразу же себе купила еще один оттенок. Не знаю, получится ли его сегодня добавить в макияж, потому что здесь уже очень много всякой интересной сияющей текстуры. Но в любом случае, мне кажется, это супер удачная новость. Я не смогла пройти мимо оттенок Sparkler, которого мне не хватало. У меня есть Halo, это такой более холодный серебристый. Оттенок Stratus розовый. И вот Sparkler это как раз такой нейтрально-золотисто-бежеватый оттенок, да. То есть как раз который мне вот прям супер был нужен в коллекцию. И для работы тоже я очень часто пользуюсь этими тенями. В качестве подготовки к тону хочу нанести базу от Chanel, точнее крем подсвечивающий, увлажняющий. Не знаю, надеюсь, нормально сработает это с тональным кремом. В качестве румян используем с вами новиночку от Too Faced. Такие вот красивые румяна Cloud Crush. У меня в оттенке Head in the Clouds. Там выходили новые шесть крутых оттенков. И я пока была в Европе, себе купила вот такие вот румяшки. Тоже не удержалась. Просто супер милое оформление. И оттенок, как мне кажется, должен быть очень-очень симпатичный. И также из популярных новинок мы с вами попробуем помаду от L'Oreal в оттенке 602. Просто, мне кажется, она заполонила все обзоры всех блогеров. Поэтому я тоже не смогла пройти мимо. И пони Рома хвалил, и Елена Богданович. В общем, вот такой вот здесь универсальный, да, как бы нюдовый матовый оттенок. Надеюсь, мне подойдет. И также поверх, возможно, с вами нанесем новый оттенок тента от Romand. Вы знаете, что я его очень люблю. Заказала себе еще третий оттенок Bear Grape номер 25. Так, ну что, нас с вами ждет очень много интересных новинок. Я сейчас переключусь на макро и начнем с вами, наверное, с макияжа бровей. Это моя самая любимая, важная первая ступень макияжа. Вот такой вот интересный продукт выпустили Vivienne Sabo. Он идет в двух оттенках. Я себе взяла 0,1. То есть, соответственно, меняется только цвет маркера 0,1 и 0,2. Я думаю, что он плюс-минус соответствует маркерам, которые у них выходили до этого. Там тоже было, по-моему, два оттенка. Если я ничего не путаю, мне 0,1 очень хорошо подходит. Гель также от Vivienne Sabo. Их классический мне, в принципе, нравится. Но там щеточка, по-моему, чуть-чуть другая. Вот эта щетка, как-то, знаете, мне даже больше нравится. Она чуть, по-моему, поменьше все-таки их стандартной щетки. Давайте сначала зачешем бровки, как обычно, против шерсти. Причем я делаю это намеренно специально до нанесения крема, до нанесения ухода, тонального средства. Чтобы у меня на коже не было ничего, что собиралось бы внутрь тюбика с гелем, чтобы не смешивалось, чтобы стойкость не менялась. Мне лично так очень-очень удобно. Я хочу попробовать чуть-чуть, как будто бы вот так вниз зачесать. Да, они уже начинают подсхватываться, так что давайте вычесывать их наверх. О, слушайте, гель прям хорошая фиксация. Так, у меня даже уже кончик немножко вниз подзалип. Слушайте, вообще супер гель, супер-супер-супер. Пока что мне очень нравится. Нравится, что он быстро фиксируется. Нет такого ощущения, что зачесываешь против шерсти, потом вылизываешь по коже, и все как-то очень-очень долго происходит. Нет, вполне себе сразу, мгновенно можно делать такую уверенную выкладку бровей. Возможно, я сейчас еще добавлю какой-нибудь карандаш для бровей, потому что мне иногда сейчас маркера не хватает. Все-таки совсем прям брови такие прозрачные, но в целом можем попробовать и чисто маркером уложить. Я бы даже, наверное, сейчас чуть-чуть дала времени гелю зафиксироваться. Возможно, несла бы уход, пока он у меня как раз на коже работает. Так, возьму я, пожалуй, вот эту миниатюрку от Chanel. Не знаю, подойдет ли она под тон, под основу. Сейчас уже вечернее такое время, плюс очень-очень пасмурно. Я думаю, что только вечером выйду, наверное, погулять с собакой, поэтому, в принципе, не будет проблемы не наносить какую-то солнцезащиту. Называется крем Hydra Beauty Camellia Water Cream. Water Cream – это уже звучит очень привлекающе. Я люблю такие, знаете, легкие текстуры. Что касается базы, мне кажется, это прям должно быть супер. Вот так вот выглядит крем. Такой достаточно он легенький. Пахнет прям очень приятно, такой легкой свежестью. Я даже не чувствую какой-то одушки, да, там цветочное, еще что-то. Очень-очень такой прям финиш легкий, увлажняющий. Не сильно жирный. Это прям супер. Реально очень приятный крем. Да, в нем есть такая душка, но, знаете, она вообще абсолютно приятная. Хочу посмотреть в составе. Есть алкоголь. К сожалению, Chanel иногда этим почему-то грешит. Кстати, как и многие люксовые бренды, но он здесь находится на седьмом, получается. Нет, на шестом месте. Ну, не супер на самом деле, довольно близко к началу, но я по запаху прям слегка-слегка чувствую. У меня не обманул моя насмотренность в плане ароматов, но на коже, конечно, финиш такой прям очень приятный, с легким свечением. Но спирт определенно не то, что я хотела бы каждый день наносить на свое лицо, тем более в случае с каким-то люксовым уходом. Это, мне кажется, прям совсем печально. Так, у меня тут прошло чуть-чуть времени. Я пока отходила встретить курьера, мне нравится, как брови, кстати, зафиксировались. Вообще прям, знаете, такое железобетонное, можно сказать, фиксация, поэтому я думаю, что можно уже вполне попробовать нанести маркер. Так, давайте, наверное, как будто это сделать, чтобы камера не переключалась. Здесь, кстати, более такой твердый кончик, скажем так, у маркера. То есть там до этого были больше волосинки, здесь идет такой плотный, видите, фетровый кончик. В общем, не знаю, как это еще по-другому объяснить. Кстати, касательно базы, вот эта из Camille от Chanel, очень похожа по эффекту как раз-таки на Milk Makeup. И там тоже в составе есть спирт. Поначалу такие базы работают достаточно неплохо, хорошо увлажняют и все такое. Но я заметила, что с течением времени у меня кожа как будто начинает, знаете, изнутри прям потеть, выделять свой какой-то севу. Ей прям становится как-то некомфортно, она пытается сама себя как-то доувлажнить. В общем, странная такая история. Так, я вижу, что маркер все-таки, он мне темноват. Мне хочется чуть-чуть посветлее. Здесь прям начинается такая какая-то темная история слегка, но немножко сложно как-то контролировать, потому что вот этот носик, это даже не волосинки, это именно фетр. И он достаточно активно передает пигмент на кожу. Если кисточка из волосинок, она прям, знаете, слегка поглаживает, то тут вы красите такой достаточно активной формой и нужно касаться прям еле-еле, потому что если сильно докоснуться. Но с бровями мы с вами закончили. Мне понравилось, в принципе, как получилось. В качестве базы будем с вами носить новиночку артист, тоже от Vivienne Sabo. Я взяла пятый оттенок, там получается с первого по третий, по-моему, сияющие оттенки и с четвертого по шестой матовые. Пятый получается такой самый прохладный по настроению, по температуре. Так, я пытаюсь тут оторвать бумажку. Как обычно, буду наносить сначала на палитру, потому что очень люблю такие продукты использовать в работе. Не знаю, понравится, не понравится, но в любом случае надо попробовать вот так. Возьму чуть-чуть продукта, какую-нибудь синтетическую кисть, например, по типу вот такой вот от Заева. И буду наносить тени на все подвижное веко и оттушевывать чуть-чуть на неподвижное. Цвет, по идее, должен быть прям супер удачный. То есть они сделали такие прям классные нюды в этой коллекции, максимально прям естественный финиш. О, слушайте, прям прикольный оттенок, такой слегка холодно-розовый и не сильно пигментированный. То есть я все, что вот с кисточки набрала, все так очень плавненько, быстро растушевала. Сейчас попробую на левом глазике. То есть вот я наношу. Сразу же, тут же, вуально начинаю тушевывать складку и на неподвижное веко. Очень мягкая такая кремовая текстура. Сейчас надо будет немножко подождать какое-то время, посмотреть, насколько эти тени фиксируются. Быстро, не быстро, насколько финиш будет матовый или какой-то более такой естественно-сатиновый. Но оттенок на самом деле интересный. Посмотрите, какой он очень-очень-очень легкий такой, розовинкой. Пока тени фиксируются, откроем свою палетку. Называется она Archetype Eye Palette. Здесь есть небольшая такая наклейка. Ее я, конечно же, убираю. Палетка на самом деле такая достаточно приятная, тактильная, не суперлегкая. Она прям ощущается, мне кажется, очень даже качественной. И мне понравилась очень гамма в этой палетке. Мне показалось, она действительно такая приятная, прохладная, что ли. Единственный оттенок, который я не очень хочу использовать, это вот эти вот глиттеры отдельные. Меня он прям пугает. Но матовые вполне себе приятные. Шиммеры тоже очень классные. Давайте я, наверное, посвочу парочку шиммеров. Может быть, вот этот вот оттенок меня интересует. И, наверное, вот такой вот фиолетовый. И вот этот розовый дуохромчик. О, кстати, мне кажется, к этим кремовым теням прям бесподобно будет. Я очень хочу вот этот розовый оттенок использовать. Выглядит прям интересно, интересно. Начну, конечно же, с вот такого вот симпатичного матового оттенка. Есть еще более светлый растушевочный, вот такой, но он чуть-чуть сатиновый. То есть он не матовый полностью. Мы можем с вами его чуть-чуть подмешать сразу, чтобы получился не очень темный оттенок. Тени немножко зафиксировались, кстати, на веках. Но нет ощущения стянутости. Все прям так очень симпатично выглядит. Затемняю, конечно же, внешний уголок. Нужно сразу брать чисто темный оттенок, потому что все-таки оказалось, что он такой достаточно легкий по пигментации. И набиваю его на внешний уголок, чуть-чуть параллельно оттягивая в складку. Немножечко оттушевываю на неподвижное веко круговыми движениями. И оттягиваю также на висок. Немножечко приподнимаю, как будто бы рисунок. Так, очень приятно тушуется матовый. Мне кажется, прям классно пока что получается. И на тени хорошо наслаиваются. Нет такого, что, знаете, тени очень влажные по текстуре. И начинаешь наслаивать сухие тени. Они как-то залипают. Еще что-то появляются пятна. То есть все так очень мягко, вуально, постепенно втушевывается. Немножко тоже здесь поднимусь на неподвижное веко матовыми цветами. У нас сегодня с вами будут прям холодные такие пыльные смоки. С красивым каким-то акцентом. Далее хочу взять вот этот белый с розовым переливом. То есть, знаете, это такой немножко закос под тами-то нука, под клеону. То есть оттенок, да, на прозрачной базе. Но с каким-то интересным радужным бликом. Так, набирается он. Ну, пока что не очень понимаю, как он набирается на кисть, честно говоря. Так, он чуть-чуть такой хлопьевидный. Его надо прям, знаете, приглаживать получше. Бодиография, наверное, сегодня будет не очень в тему по цветовой гамме. Ну, если что, добавим с вами в каком-нибудь другом видео. Что-то я его пока что совсем не вижу. Попробую поактивнее нанести на подвижное веко. Так, он такой сыпучий, соответственно, потому что очень хлопьевидный. И даже, видите, такой кисточкой не хочет разминаться. А если его чуть-чуть намочить? Взяла фиксатор от Milk. И прям хочу пожирнее нанести. Ну да, так он лучше намного разминается. То есть вот эти комочки, они начинают расклеиваться постепенно и лучше наноситься. Вот. Но в целом, конечно, не так ярко, да, далеко не так ярко, как у Клеона или у Тами. Но в целом для бюджетной палетки такой достаточно интересный хайлайтерный оттенок. Так, там что на улице гроза, что ли? Люблю грозу в начале мая. Слушайте, да, там походу ливень пошел. Прогулка отменяется. Далее хочу просыпать межресничку. У меня карандашик от Provoke. Я взяла, по-моему, какой-то такой достаточно популярный коричневый оттенок. Номер 86. Но вообще у них там очень-очень большой выбор. И куча каких-то разных коричневых и черных. И, короче, ну прям много реально оттенков. Не так, что как обычно там у Maybelline. Максимум 5 какой-нибудь черный-коричневый, серый и два каких-нибудь цветных. Нет, у них там прям есть и хаки, и какие-то синие, и какие-то красные. Короче, там очень-очень большой выбор. Тут, блин, это турацкая упаковка. И еще я слышала, что эти карандаши, как только вы их открываете, то нужно сразу, знаете, начинать активно пользоваться. Либо подтачивать почаще, потому что они могут, да, в какой-то момент немножко так начинать подсыхать. Хочу нанести этот оттенок в межресничку. Слушайте, очень хорошо переносится. Прям такой супер. Супер-супер-кремушек. Посмотрите, какая линия тонкая получилась. Да, очень легко переносится такой супер-кремовый, при этом не слишком какой-то мажущий, маркий. Возьму сразу оттенок, которым потом хочу затемнить внешний уголок. Это вот такой вот темный фиолетовый. И буду им подтушевывать сразу же карандашик. Немножко его так закреплять дополнительно. Оттенок, кстати, симпатичный. Такой темный, насыщенный фиолетовый. И для зеленых глаз, мне кажется, будет смотреться прям очень даже необычно. Мне в целом нравится у этой палетки колористика, да. То есть она хорошо подходит для наших таких светлых типажей. И немножко есть легкие цветовые акценты. Далее на кисть бочонок набираю тот же фиолетовый темный оттенок. И хочу его использовать в качестве затемняющего. Посмотрим, как он справится с этой задачей. На ресничном контуре он мне очень-очень понравился. Классный оттенок. Хорошо подхватил карандаш. Сейчас посмотрим, как он будет, да, наслаиваться поверх уже матовой текстуры. Так, ну пока что, пока что неплохо. Мне определенно нравится колористика. Вот именно само сочетание вот этого пыльно-розового-фиолетового прям очень удачное. Для зеленых глаз, для светлой внешности это что-то такое достаточно легкое, интуитивно понятное, но не банальное. Да, какая-то коричневая стандартная растяжка. Тут прям будет что-то чуть более необычное, но то, что пойдет очень-очень многим. Такую легкую делаю тушевку в форме стрелки какой-то. Да, там прям стрелки я рисовать не буду, но просто чуть-чуть такая, да, форма как будто бы подвытянутая получается. И, конечно же, на нижний век тоже нанесу этого оттенка прям по ресничному краю. Очень-очень классно смотрится с зелеными глазами, да, согласитесь. Мне нравится, как тушуется темный, он не залипает. Он, конечно, не супер какой-то экстра пигментированный, но он достаточно классно так, да, подсмешивается с предыдущими оттенками. Хорошо подсмешивается, хорошо подходит по гамме, видите, прям так очень мягко это все смотрится. Если вернуться к предыдущей кисточке, немножко это все подсхватить ей, то можно еще более вуальную такую тушевку сделать. Хочу теперь набрать вот такой вот оттенок сияющий на кисточку и нанести на все подвижное веко. В принципе, он переносится неплохо, сейчас посмотрим, как это будет приноситься на глаз. Вот такие довольно крупные хлопья, но приклеиваются неплохо. Я бы еще пальцем все равно попробовала поверх, потому что мне кажется, это можно так более как-то гладко равномерно распределить. Кстати, у меня прямо сейчас, знаете, такое озарение произошло. Я вспомнила, что мне напоминает эта палетка по колористике. Это Кевина Куан Ньют Поп палетка, очень старая лимитка, она у меня есть в коллекции, я ее обожаю. Она невероятно гениально вообще составлена, и там очень-очень похожая цветовая история. Это уже такие фиолетовые растушевочные оттенки и симпатично-розово-персиковатые сияющие оттенки. Так, ну давайте, ладно, нанесем, наверное, пальцем. Так, наношу пальцем. Хочется, конечно, чуть больше цвета, чуть больше пигмента, да, в этом оттенке, но в целом, мне кажется, он выглядит довольно интересно, довольно неплохо. Сейчас попробую его нанести на эту сторону. Сразу же пальцем без кисти. Конечно, сегодня не бодиографии, не вторую сияшку от Vivienne, наверное, мы уже не успеем попробовать. Ну, зато потестили с вами палетку прям максимально. Ну, по текстуре, конечно, не идеальный оттенок, но мне, правда, очень нравится колористика, да, и гамма, как это смотрится на светлой коже. Прям вот очень-очень симпатично. Очень захотелось добавить вот этот вот румянистый оттенок в тушевку. Обычно это очень классно, так знаете, оживляет текстуру макияжа. Сейчас главное немножко не переборщить с этим. И добавим этот розовый на стыке тушевки и пустоты подбровного пространства. Вот сюда. Да, прям идеально подошло. Немножко, знаете, эту фиолетовость, ее чуть-чуть оттенить чем-то розовым таким, как будто бы румян добавили. Слушайте, ну, палетка, правда, составлена очень грамотно по колористике. Мне пока что безумно нравится. Это что-то очень простое, при этом необычное, при этом то, что хорошо очень смотрится на большинстве, да, таких светлых типажей. Мне захотелось закрасить нижнюю слизистую, сделать там такие мощные смоки, заодно проверить стойкость карандаша, как это будет выглядеть. Ну да, такой будет более, конечно, прищур классный и более такой модный взгляд. Немножко приспускаю карандаш в ресничную линию. Приходится немножко понаслаивать, потому что на слизистую он как бы не сильно прям хорошо перепрыгивает, но если прям, знаете, так парочку штрихов сделать, немножко больше понаслаивать, то сразу он так прям хорошо смотрится. Мне нравится очень коричневый контур с такими смоки, как-то смотрится, да, более завершенно, чем с вот этим вариантом. Я тут тем временем немножечко отказила перекусить и накинуть в рубашку потеплее, что-то стало резко холодно из-за дождя и грозы. Меня не покидает мысль о том, что макияж выглядит так, как будто бы я его сделала не бюджетной палеткой, а какой-то, знаете, очень люксовый и дорогой. Короче, мне прямо очень нравится, как это выглядит. Давайте дополним образ тушью. Это у меня шик тушь вот такая вот. Сейчас вам покажу, как выглядит щеточка. Кстати говоря, тушь сделана в Беларуси. Не знаю, где она была сделана до этого, но я прям специально, да, вот этот стикер отклеила, посмотрела, где изготовлена, потому что очень стикеры похожие на те, что обычно как раз на белорусских тушах добавляют. Поэтому я его сразу увидела и такая, ну, 90%, что именно там она сделана. Здесь такая вот интересная силиконовая щеточка, чуть-чуть более такая круглая, похоже опять же на Vivienne Sabo. Давайте пробовать. Сначала попробую побольше прям в корешки нанести туши и немножко на кончики это все оттягиваю. Получаются прям мощные достаточно ресницы. Мне нравится, что они и длинные, и с таким легким объемом у корней. И давайте теперь еще прокрашу нижние ресницы, потом покажу вам с тушью и без нее. Вот такие вот получаются ресницы, мне кажется, довольно симпатичные. По крайней мере, к этому макияжу очень даже подходит. Неплохо тушь подкручивает, дает объем, немножко удлинение, но без фанатизма. Кстати, на нижних ресницах мне нравится, как добавляется удлинение. Хочу все-таки попробовать нанести капельку вот этих сияющих теней. Это у меня 0, первый оттенок. Я их буквально чуть-чуть наношу на палитру и хочу кисточкой добавить, знаете, вот прям в самый центр подвижного века. И немножко оттушевать, оттянуть это все немножко под бровь. То есть вот сюда. Таким очень легкими штришками, как будто бы чуть-чуть хочу добавить блик. И у меня получается прям супер-мега влажный такой эффект на глазах. Как вам больше нравится, напишите потом. Здесь получилось такой более холодный по финишу. Здесь более такой тепленький, золотистый. Ну что, будем с вами пробовать тональную основу. Называется она Nuage Foundation Nude Effect с естественным финишем кожи. Вот такое вот тональное средство новенькое. Это у меня 0, первый оттенок. Не знаю, насколько он будет пигментированный и подойдет ли мне по оттенку. Но давайте начнем с небольшого количества. По оттенку, наверное, вижу, что уже не очень подойдет. Очень темный оттенок, прям сразу могу сказать. Если это 0, первый, то супер-белоснежки прям мимо. В этот раз надо будет сейчас мне все консилером немножко высветлять. Но тушуется, кстати, приятно. Текстура такая очень легкая, кремовая. Перекрывает. Кстати, я бы не сказала, что прям как-то сильно. То есть покрытие от легкого к среднему, но даже скорее ближе к легкому. Мне кажется, такой тон можно даже использовать как бронзер на очень светлой коже. Потому что он такой довольно рыжеватенький, я бы даже сказала. Ну, тушуется он, правда, приятно. Не залипает, не подчеркивает сухость. Прям естественно лежит на коже. Но точно не для очень светлой кожи этот оттенок. Ну, вот просто видите, насколько он прям такой желтоватенький. Ладно, ну тогда я вам как раз покажу вот такой вот классный консилер от Pastel. Я его, по-моему, один раз вам показывала на канале в ролике про смоки. Мы там с вами как раз делали брендом Pastel Smoky туториал. И вот этот консилер мне очень понравился. Я им за камеру сейчас постоянно пользуюсь. Даже у меня немножко Givenchy, призма Libra отодвинулся. Потому что этот классный. Он еще и к тому же очень бюджетный. Так, я его наношу, как обычно, с палитры. И нам надо с вами побольше нанести, потому что тон очень-очень мне темноватый. Поэтому я буду прям, видите, так тушевать практически на все лицо. Но основную часть пигмента я даю под глаз на синеву. Очень-очень классный консилер. Я его прям супер рекомендую попробовать. Он очень бюджетный и очень легко тушуется. Лично держится в течение дня. Очень хорошо смотрится на коже. Не знаю, прям какой-то реально за свои деньги магический. Далее нанесем с вами кремовый хайлайтер от Vivienne Sabote. Как еще не фиксировали тональную основу. Хочу сделать, наверное, свотч. Ну, он, кстати, такой достаточно, как будто бы прям жирненький по текстуре. Не знаю даже. Ладно, давайте попробуем, что уж терять-то. Я, пожалуй, буду наносить, наверное, пальцем. Начну с такого количества. Так, это как будто многовато. Сейчас немножко распределю с двух сторон. Мне кажется, он как будто, знаете, по текстуре больше не на кремовый хайлайтер похож, а на какой-то блеск для губ, потому что, мне кажется, у меня начинает тон немножко плыть. В принципе, выглядит так-то красиво. Интересно, будет ли это вообще стойко. Что вот здесь у меня есть покраснение. Мне кажется, у меня начинают прям они очень сильно вылезать. Как будто бы, знаете, это не хайлайтер, а какой-то блеск для губ, что ли, потому что он похож, не знаю, тактильно на блеск. Немножечко припудрилась Art Deco такой вот прессованной пудрой, и даже, знаете, чуть-чуть слегка прошлась по хайлайтеру. Он, конечно, так немножко жирно перешел на кисть. Вроде зафиксировался пудрой, и так сейчас более как-то симпатично смотрится, но когда трогаешь, все равно есть ощущение такой липкости. То есть это не тот тип хайлайтера, который немножко фиксируется, как будто бы застывает на коже, таким более стойким становится. То есть это какой-то такой желешно-поверхностный жирочек. Я не знаю, как его еще описать по-другому. В общем, может быть, имело смысл его нанести в самом-самом конце уже после всех пудровых продуктов. Прям буквально локально на какие-то маленькие места. Мне сейчас нужно наносить румяное, поэтому я хотела немножко припудрить в эту зону, чтобы, знаете, прям влажным, да, влажной кистью в румяна еще не попасть, чтобы, короче, не испортить, потому что, ну, немножко как-то жалко, что ли. Они так пахнут вкусно. Я, кстати, этого не знала. Очень-очень вкусный запах, не могу понять, что это. Какая-то карамелька, что ли. Так набирается очень вуальненько. Блин, видите, они залипли на хайлайтере. Да, конечно, хайлайтер очень-очень-очень странная вещь. Румяно-симпатичный, такой холодный розовый оттенок, но при этом такой прям даже барбишный немножко. С этой стороны попробую, не знаю. Мне кажется, все-таки хайлайт немножко дает, видите, залипание. Поэтому его нужно носить в самом конце, а это как-то немножко, ну, это подходит для кремового хайлайтера в целом. Некоторые так работают лучше, но вообще, мне кажется, кремовый хайлайтер должен прям, знаете, растворяться в тональной основе, немножко подфиксироваться и поверх уже создавать такую легкую пленку. Здесь же остается небольшой такой эффект липкости, поэтому очень сложно как-то адекватно нанести что-то сухое поверх. Ну, и как бы эффект хайлайтера, от этого он, знаете, немножко пропадает. То есть я вижу какое-то есть сияние, но не знаю, есть ли вам смысл какой-то вообще? Напишите, пожалуйста, что думаете. Я, может быть, сейчас в конце добавлю еще поверх этого хайлайта. Давайте теперь пробовать помаду. Хочу немножко посвочить ее на губах и уже, исходя из этого, решить, нужен ли мне какой-то карандаш. Кстати, помада тоже пахнет вкусненько. Цвет такой прям розовый-розовый. Слушайте, это прям нарс-помада, которая у меня была недавно. Цвет вообще 1.1. Ну, почему такой сильно розовый цвет? Он как-то на всех остальных смотрелся таким более пыльно-розовым, а на мне прям просто розовый. Мне явно не хватает какого-то, наверное, карандаша. Сейчас подумаю, что я могла бы нанести. Давайте возьму Vivienne Sobo, как раз 0.7. Новинка. Немножко мне не хватает контура. Ну, вот так вот мне уже больше нравится. Добавила 0.7 оттенок от Vivienne Sobo. И, не знаю, давайте с вами добавим чуть-чуть тинта поверх. Хотя мне нравится, как смотрится эта помада с этим макияжем, с этим румянами. Так, оттенок номер 25. Bear Grape от Romand. Тоже розовый. Что такое? Сегодня день всего розового прям. Красота. Немножечко свежести добавили тинтом от Romand. Мне кажется, так чуть как-то посвежее выглядит, да, когда добавили чуть-чуть вишенки. И не чисто такие плоские розовые губы, но в целом, мне кажется, макияж получился прям очень удачный. Ну что, давайте обсуждать продукты. Мне безумно нравится макияж, который у меня получился. Мне кажется, это просто на 100% моя эстетика. Эти румяна, боже, это такая прелесть. Румяна реально очень симпатичные по оттенку. Мне кажется, это максимально такой няшный розовый оттенок. Не слишком светлый, не слишком темный, не слишком насыщенный. Здесь матовая текстура, поэтому тушевались они максимально приятно. Несмотря на то, что, да, я их наносила поверх на хайлайтер кремовый, не самый удачный. Но мне кажется, они безумно как-то удачно встроились в кожу. Я буду просто с огромнейшим удовольствием продолжать ими пользоваться. Очень классный цвет, крутая упаковка, безумно приятная текстура. Напомню, оттенок Head in the Clouds. Если у вас есть возможность заказать, то мне кажется, это просто, ну, идеальный румяна к каким-то таким, да, сочным губам, к тинтан, к бальзамам, которые я советовала в последнее время. Добавили немножко бровей, туши, и это просто идеальный макияж на каждый день, как мне кажется. Давайте, наверное, еще начнем с важного бренда сегодня. Это Vivienne Sabo с продуктов, которые мне очень понравились. Мне безумно понравились кремовые тени. Я буду тоже с огромным удовольствием ими пользоваться. Мне нравится, как выглядит макияж глаз. И мне кажется, здесь очень большая заслуга именно в подложке, да, именно в кремовых тенях, потому что поверх все легло очень как-то красиво, полупрозрачно, легко оттушевалось, ничего не залипало. Короче, прям все суперкруто выглядит, и вот этот вот сияющий оттенок, мне кажется, тоже круто дополнил, да, сделал такой эффект влажного сияния. Я думаю, что обеим этим тенюшкам я могу найти просто огромное количество применений, как для себя, так и в работе. И, ну, правда, мне очень нравится, как сейчас выглядят глаза. Конечно же, тут и палетка сыграла огромную роль, да, но по вот этой подложке было очень приятно тушевать. Единственная моя надежда на то, что это будет стойко держаться, потому что я не использовала базу под тени, то есть я сразу непосредственно на веки наносила эту матовую текстуру. Кстати, что касается сияшки, я думаю, что это как раз-таки такое самое, наверное, единственное правильное, можно сказать, нанесение вот этого именно сияющего оттенка, потому что он немножко такой, знаете, плотный, яркий, поэтому если бы вы его нанесли на все подвижное веко, то он бы мог прям немножко так поджевать текстуру. Но вот именно в качестве такого небольшого акцента мне прям безумно нравится, как это смотрится. Какой-то сегодня странный перепад вообще температур. Я когда начинала снимать, было достаточно тепло, потом на улице просто все вот такой вот, знаете, серый пеленой облаков, все затянуло, началась гроза. Гроза, молния, был дождь, сейчас вообще солнце выглянуло. Короче, я не знаю, что происходит, и мне опять стало внезапно очень жарко. Поэтому я включила кондиционер, и у меня, как обычно, на заднем плане немножко блики из окна процвечивают. Так, что мне еще понравилось от Vivienne Sabo, наверное, на второе место я пока что поставлю палетку. Однозначно, я здесь попробовала далеко не все оттенки, но мне просто очень нравится, как выглядит мой макияж сейчас. Тут, конечно, и большая заслуга кремовых теней, но мне безумно нравится та колористика, которая у меня получилась благодаря этой палетке. С матовыми тенями здесь 100% нет вообще никаких проблем. Сияшки по цветам очень-очень удачные. По текстуре, ну, все-таки не нужно забывать, что это бюджетная достаточно палетка. Ну, не супер, конечно, дешевая, она, по-моему, где-то тысячу стоит, но, в общем и целом, мне кажется, для такой цены колористика, ну, безумно приятная какая-то текстура у матовых теней. Вот, сияшки, конечно, не идеальные, но, в целом, то, как выглядит макияж, мне лично очень-очень нравится. Мне кажется, правда, напоминает немножко палетку от Кевина Куан, ньют-поп, которая есть у меня в коллекции. Там вот очень-очень похожая такая гамма, да, фиолетово-не знаю, каких-то пыльно-розоватых оттенков и более перстиковых, наверное, акцентных цветов. Очень удачно здесь как раз добавили вот этот вот перстиковатый оттенок, чтобы делать тушевку в бровь такой более, да, естественный, потому что все-таки фиолетовый пигмент в кожу не всегда идеально входит, и именно оттенок румян нам позволяет это более так плавно растушевать. Короче, пока что мне прям палетка реально понравилась, мне кажется, здесь есть чем разгуляться. Единственное, я вот прям реально не хочу вот эти вот блестки, этот глиттер использовать сейчас. Слушайте, ну здесь прям реально куски такие огромные, просто огромных блесток. Я это крайне-крайне не советую рисковать наносить на глаза, только на какие-то, может, не знаю, отдельные элементы на лице, но прям закрашивать целиком глаз. Ну, нет, ну как-то, не знаю, ну как-то опасненько, если честно. Мне кажется, если бы они этот рефил с блестками не добавили, было бы прям намного лучше, я правда не очень понимаю, зачем он тут нужен. Может быть, для какого-то эффекта, да, развлечения, удивления, чего-то такого, но честно, ну, палетка без него смотрелась бы намного как-то гармоничнее, круче, более такой нюдовый ежедневный. А так, ну, не знаю, напишите, что вы в этом думаете, я как-то не очень понимаю, зачем здесь этот рефил. Мне очень нравится оформление, что здесь именно рефилы идут на прозрачном таком пластике. Короче, Vivienne Sabo прям молодцы, эта палетка мне понравилась. Также мне в целом очень понравился вот этот вот двусторонний маркер и гель для бровей. Здесь определенно очень-очень хороший гель, такой вот тип геля, который прилепляет ваши брови к лицу. С гелем вообще нет никаких вопросов. Вот что касается маркера, я сейчас всегда смотрю как бы в экран, мне в целом очень нравится, как выглядят мои брови. Я люблю именно такую волосковую технику, люблю брови на виски, такие немножко размашистые, да, потому что в случае нависающего века это немножко придает, да, открытость взгляду. Но сразу скажу, что здесь фетровый кончик и работать с ним не так легко. И понятно, как это делается с кисточкой, потому что там прям супер такие воздушные линии получаются. Здесь нужно прям прицеливаться, куда ты хочешь нанести и сделать максимально легкий штришок, потому что даже вот те брови, которые у меня сейчас получились, я их делала буквально, знаете, не дыша, на полутонах, очень-очень аккуратно. Поэтому, если у вас такая ситуация, как у меня, то, наверное, я бы начала с карандаша все-таки и дополнила потом немножко какие-то отдельные места маркером, тогда это будет работать лучше. Но в целом, наверное, эта комбинация больше подойдет для тех, у кого в целом, да, хорошие сами по себе брови, их нужно зачесать и какие-то маленькие волосинки, да, добавить где-то здесь проплешины. Наверное, в этом случае он будет работать все-таки получше, будет отрабатывать на 100%. Мне же не хватает чуть-чуть легкости, и ее я могу обеспечить за счет карандаша и уже потом добавив какие-то отдельные волосинки. С нуля рисовать было чуть-чуть трудновато, не знаю, посмотрим, может быть, я как-то приучусь. И у меня поменяется мнение, но в целом мне очень нравится сочетание, да, вот этих двух продуктов. Гель плюс маркер, это прям, мне кажется, супер модно, супер такие легкие брови получаются. Ну и, в общем-то, здесь оба продукта удачные, и гель хорошо держит, и маркер хорошо рисует. По цвету тоже достаточно удачный, подойдет большинству, мне кажется, людей. Но вот для супер светлой кожи, для тех, у кого совсем нет бровей, то тут я бы была немножечко осторожна или добавила какой-то карандаш светлый для бровей. Что мне не понравилось от Vivienne Sabo пока что, это тональная основа. В целом она, кстати, по текстуре на коже и хорошо лежит, легко растушевывается. Но 0,1 оттенок такой достаточно темный, хотя мне удалось, да, как бы консилером, да, и какими-то такими продуктами немножко это все скорректировать. Сразу скажу, что для ультра светлой кожи эта штука не подойдет. Ну, в общем и целом, неплохой тон, мне кажется, он хорошо лег на кожу, хорошо растушевывался, ничего не подчеркнул, никакую сухость. Ну, короче, сам по себе продукт, в принципе, вполне себе неплохой. А вот что касается хайлайтера, тут я пока что однозначно не поняла этот продукт. Называется он, кстати, Affirmation, аффирмация. Я попробовала его нанести под пудру, и немножко он такой липковатый получается, и все, что вы поверх сухой наносите, оно либо залепляет эти текстуры, и тогда уже не видно этот хайлайт, либо вы еще можете, как вариант, испачкать, да, кисть в этом слишком таком жирном хайлайтере, и тоже получается не совсем удачно. Поэтому даже не знаю, может быть, его сейчас попробовать как-то нанести поверх, поверх уже тонального крема, посмотреть, может быть, он так будет лучше держаться. Сейчас все равно как раз хочу еще потаскать макияж, посмотреть. Ну вот, кстати, поверх пудр и поверх тона нормально наносятся. Мне кажется, наверное, такое нанесение как-то лучше будет подходить, потому что есть такие больше кремовые хайлайтеры, на которые поверх можно что-то наносить, но здесь как будто бы если поверх наносишь, то он такой слишком какой-то жидкогелевый, и начинает на себя очень сильно все приклеивать. Поверх, кстати, мне больше нравится. Поверх прям симпатично. И мне нравится, что он с таким розовым бликом и на прозрачной подложке, но это не сильно бросается в глаза, да. Хотя у меня сейчас достаточно до светлой кожи. Если у вас более темный оттенок кожи, чем более загарный оттенок, тем это может смотреться серее на коже. Поэтому тут смотрите, если вы такой достаточно загорелого типажа, то, наверное, это не совсем ваш продукт. Но вот для светлой кожи, для такой нейтральной, нормальной, то я думаю, что может быть интересно. Хотя я пока что не очень понимаю текстуру. Вот эта вот влажность реально похожа на какой-то блеск, что ли, для губ по текстуре. Короче, если у кого-то есть этот продукт, пожалуйста, напишите, как вы им пользуетесь. Я пока что не очень понимаю. Мне нравится идея, нравится, как он выглядит. Но вот что-то вот с текстурой, мне кажется, у него не совсем то. Достаточно положительно могу отозваться о туши от бренда Шик. Пока что у меня не было никаких проблем с ней, никаких вопросов. Ресницы отлично прокрасились, хорошо прокрасился корешок. Так достаточно уверенно. Цвет насыщенный черный, ресницы красивые, вроде чуть-чуть объема, чуть-чуть удлинения. Есть неплохой эффект подкручивания однозначно. Потому что у меня есть ресницы, которые уже, знаете, чуть-чуть даже вот так вот начинают закручиваться. Но для меня это нормально, потому что у меня свой завиток ресниц. Он, в принципе, от природы достаточно крутой такой, да, завитой получается. И на нижних ресницах мне тоже нравится, как это выглядит. Короче, со смоки вот с этим прям супер, прям классно. Поэтому пока что вопросов у меня к туши особо никаких нет. Ей было довольно легко пользоваться. У нее средняя текстура, да, то есть она не слишком жидкая, не слишком сухая, точно не маркая. Ты себе там не тыкаешь везде вокруг этой черной туши, не пачкаешь глаза. Короче, такой хороший, прям уверенный среднячок. Карандаш от Провок тоже мне понравился. Мне кажется, он довольно жирный, хорошо так тянулся меж ресничку. На слизистый, кстати, он все еще находится. При том, что от момента нанесения, с учетом того, что я еще ходила на обед, мне кажется, прошло, наверное, часа полтора. И он там держится на 100%. И что самое классное, я его вообще не ощущаю. Короче, я думаю, что этот карандаш по стойкости на слизистый, наверное, один из самых таких прям уверенных из тех, что я пробовала за последнее время. Однозначно мне нравится тинт для губ Романс. Тут я как бы, ну, мне кажется, никакого другого мнения у меня быть не может. Я себе уже третий оттенок заказываю. И, наверное, это самый розовый оттенок из тех, что у меня есть. Получается, у меня есть еще Бэйр Фиг. 28-й, он такой более вишневый. И есть еще Мьюлт Пич, он более персиково-бежевый. Такой на лето симпатичный. И это для любителей розово-вишневых оттенков. Я потом обязательно сниму какие-нибудь сравнительные сводчи и любимые продукты на губах. На летний период надо будет обязательно этим заняться. Все, никак не могу себя заставить. Потому что снимать губы с вочи, это самое, наверное, тяжелое, что есть вообще в блогерской теме. Наверное, только, не знаю, ну, ресницы или какие-нибудь кремовые тени могут это переплюнуть. Потому что снимать 10-15 помад подряд, это, ну, прям очень-очень потом плохо губы выглядят. Несмотря на то, что, да, текстура очень увлажняющая. Короче, я абсолютный фанат этого тинта. У меня уже три продукта есть в коллекции. Вот эти, мне кажется, я пользовалась довольно давно. Он, кстати, даже более таким легким ощущается. Так что я даже не знаю, какой из этих трех оттенков мне нравится больше всего. Мне кажется, они по сезонам все как-то удачно выглядят в зависимости от вашего настроения. И также была еще вот такая вот помада от L'Oreal. Я почему-то посвочим и как-то, знаете, по чужим обзорам думала, что она будет более такая припыленная, нюдворозовая. А она прям очень розовая, практически такая же, как Nars. Мне кажется, они даже, знаете, вот по настроению похожи. Давайте сделаем с вами сравнительный сводч. Это Nars в оттенке Sweet Disposition и L'Oreal оттенок 602. Окей, да, L'Oreal чуть такая более нюдворозовая, чуть-чуть более вишневая. Наверное, больше, да, похожа на естественный оттенок губ. Она чуть-чуть потемнее, а все-таки Nars такой вот прям барби-розовый, даже для меня светловатый. То есть мне хочется немножко добавить контурного карандаша, иначе губы слишком плоскими получаются. Хотя вот с этой помадой тоже как-то захотелось чуть-чуть контурного карандаша. Кстати, напомню, который я использовала, это Vivienne Sabo 07. Просто обалденный оттенок. Если вы любите, да, какие-то вот такие губы немножко с дополнительным контуром, с объемом, то из новинок это, пожалуй, лучшее, что я пробовала за последнее время. Безумно тянутся руки к этому карандашу. Мне кажется, я его, наверное, процентов уже, ну, мне кажется, на 15, наверное, источила. При том, что крашусь им только для видео. Но он очень симпатичный по цвету, и для светлой кожи вот что-то добавить какой-то оттенок в центр прям идеально. В общем, буду дальше пробовать помаду от L'Oreal. Мне кажется, знаете, даже по текстуре на коже немножко похоже. Они как будто бы вот формула такая прям пересекаются, что ли, по теме. Но все-таки оттенок L'Oreal более такой живой, какой-то более сочный. У нас слишком плоско, какой-то розоватый. Ну что, вот такие вот первые впечатления у меня получились. Обязательно напишите, понравился ли вам мой макияж. Лично я просто в дичайшем восторге. Конечно же, пишите, если какие-либо из этих продуктов у вас уже есть в коллекции. Пишите ваши отзывы, ваши истории, что понравилось, что не понравилось. Возможно, какие-то недавние открытия в новинках вы сделали. Тоже обязательно делитесь ниже в комментариях. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте оценить его лайком, подписаться на мой канал. И, конечно же, всем пока-пока!